Трепичные бумажные пластиковые на веревках, лесках или перчаточные о куклах расскажу вам сегодня. Здравствуйте! Вы смотрите дневник фестиваля Волготеатральная. С вами Марианна Мирная. День второй. Спектакль Ваня Датский прошел в доме актера. Театр кукол из Тольятти «Пилигрим» привез одну из своих лучших постановок. Спектакль о ощущении человека на чужбине. Спектакль о любви к родине. Сейчас это очень актуальный вопрос. Поэтому мы с большим удовольствием представляем эту тему. И ее очень широко и полно раскрыл режиссер спектакля Сергей Балыков из Белгорода. Сюжет спектакля наполнен большим философским смыслом. О том, что в гостях хорошо, а дома лучше знают, пожалуй, даже дети. Актеры уверены, театр – это храм, в котором главная икона – кукла. Я считаю, что театр кукол – самый наипервейший вид искусства, аллегории. Все это рождалось, и все это существует не только в театре, и в церкви даже, можно сказать. Интересно, самим интересно. Потом, если происходит что-то, какое-то событие, значит, и зрителям будет нравиться. Ваня Датский – постановка колоритная. Особая речь, костюмы, поморские мотивы. Все придает спектаклю натуральность. Каждый персонаж наделен характером и несет в своем образе индивидуальную историю жизни. Я тебе благословлю Полену Топерезову. Мужа у меня море взяло, а сына у него там. Ах так, ах так, а я тогда без благословения убежу. Очень здорово, что на таком фестивале нашем ввели номинацию «Театр кукол». Потому что театр кукол – это здорово, это интересно. Артисты и кукольники – это уникальный народ. Им до щепочку, а они и сыграют спектакль. В общем, да, вы правы. Нам ничего не нужно, кроме души, рук и умения. Всего 40 минут. Для драматического театра только лишь время разогрева. Кукольный же успевает окунуть своего зрителя в атмосферу сказки и прожить вместе с детьми и взрослыми целую жизнь. Кукольный спектакль, вы знаете, такую целину огромную распахали, что настолько много разных форм у нас и настолько много видов кукол и актерские игры, сценографии разные. Поэтому всегда это очень интересно. Человек понимает, что может играть не только живой план, но также и кукольный план. То есть то, что создано руками человека. То есть где в этих спектаклях оживает кукла. Благодаря актеру оживает вроде бы неживая кукла. Завтра я продолжу вам рассказывать о событиях фестиваля «Волга театральная». Ждите новостей. До встречи.